Ну что, ребят, всем здорова! Ночь и тишина, данная навек. И мы с вами продолжаем просмотр серии телепередач, которая называется «Тюрьма. Русское наказание. Вчера и сегодня криминальная Россия». Короче, блин, вы поняли, да? Продолжаем. Это пятая серия сегодня про тюрьму. Как эти, мордовские лагеря. Вот, про мордовские лагеря там будут рассказы. Вот, скоро там в дальнейшем мы уже доберемся до интересных всяких моментов. Расстрелы, пожизненно, короче, там еще что-то, побеги, короче. Вот, предатели, родины и прочие-прочие. Вот, скотники, как в песне «Сектор газа». Так, в принципе, что? Долго не буду вас. Я, скажем так, развлекать своими просьбами. Поставить палец вверх, подписаться на канал, написать комментарий. Что вам еще хотелось бы увидеть после ролика, обязательно пишите. На какие вопросы я не ответил. Вот, также обязательно загляните в описание. Там ссылки на ВК, Инстаграм, ТикТок, мой второй канал. И если ты хочешь знать по этой теме больше, да, и без цензуры, то у меня есть закрытый телеграм-канал. Как туда попасть, смотри видео по ссылке в описании. Мы начинаем пятая серия. Что это? Что там, бои какие-то? У-у-у! Такая рама, да? Есть там такие, ребята, есть. А, браснер? Да, мам, качайся. Годами можешь качаться. На каше, на каше разожрешься. Два кабанера такие. Два кабанера такие. Нормальные кабаны. Ну, и че? Столыпинский вагон. У меня есть ролик про Столыпинский вагон. Эти тюремные вагоны, бороздящие просторы великой страны, все называют Столыпин. По имени знаменитого царского премьер-министра. Бедный Петр Аркадьевич Столыпин, он бы перевернулся в гробу, узнав, что ему приписывают. Ведь все думают, что это он, изверг, сам придумал вагоны для заключенных. Ничего подобного. Столыпин придумал аграрную реформу, которая предполагала переезд тысяч крестьян на новые земли в Сибирь. Для них-то специально и разработали новый вагон, где половину отвели для коров, для свиней, ехавших вместе с хозяевами, для скота. Этот вагон и звался Столыпинский. А возить в него вместо скота зэков стали уже при социализме. Ну, а че тогда? Так и сегодня. Зеленый этот вагон новой специальной конструкции зовут по инерции. Столыпин. Ну, да, Столыпинский. Так и называют. Этот поезд идет по специальной лагерной ветке. Там впереди знаменитые мордовские зоны. На любой вкус. Общий режим строгий, особый. Спецучасток для пожизненных. Колонии для наркоманов, для иностранцев, для бывших сотрудников милиции. Огромная больница. И даже роддом. Так, вчера. Детей неплохо кормили. Они были неплохо родители. Опять это популянция? Матерые. Они убили игрушки. Все бы хорошо, только мамы не было. И вот такой ребенок там, трехлетний. Вот это интересно, я бы у него интервью взял, если она жива. И вдруг он видит надзирателя за окном. Он кричит, мамка, лезь под кроватью, вертуха идет, шмон будет. Охренеть. Вот первые слова, которые они знают. Охренеть. Вертуха, шмон. Что у него, рахит? Что у него пус такой? Перекиньте. Детей здесь. Не так давно у одного коллекционера нашли мы любопытный предмет. Плакат сталинских времен. В углу надпись, призыв. Товарищи лесорубы, сдержим слово, данное товарищу Сталину. И размашисто мелом. Даем сверх плана. И давали, а куда деваться? Ну да. Что это за лесорубы, к которым призыв обращен? Да заключенные в Мордовии. Дело в том, что в 30-е годы Москва очень быстро росла. И городу не хватало топлива. Решить эту топливную задачу поручили специалистам соответствующим. Представляете, с 30-х годов Москва растет. И она реально резиновая. Она растет и растет до сих пор. Да из ГУЛАГа, конечно. И решили. И в 400 километрах от Москвы, в мордовских лесах, появилось секретное учреждение с ничего не говорящим посторонним названием. ЖХ-385. Жопа хуй. Приказ номер один. Распоряжением ГУЛАГ ОГПУ на Темниковской железнодорожной ветке организуется исправительно-трудовой лагерь. 25 мая 1931 года. Поселок Явас, Мордовская область. Я вас. Я вас там. Так, сегодня там ничего не изменилось. В Мордовии лагерей вообще... Через 15-20 дрова, как топливо для Москвы, актуальность потеряли. А зоны остались. Сегодня на одной железнодорожной тупиковой ветке 17 колоний, 13 тысяч ЗК, 7 тысяч охраны. И говорят, что в Мордовии зоны красные. То есть власть не у блатных у администрации. Мордовская ветка. Ну как такие 50 на 50? Может, не 50 на 50, а может, 70 на 30. Короче, как везде. То есть, ну, все по тихой грусти, но что-то присутствует. Потому что все профессии нужны, все профессии важны. Это такой особый тюремный край в центре Европейской России. Вообще Мордовия печалится. Жилые дома, здесь стоят стенка о стенку с колониями. Местные не обращают внимания, привыкли. Что завод, что ферма, что зона. В конце концов, какая разница? Мы едем по Мордовской железнодорожной ветке. Из Путьмы, из Пересылки. Одна из первых остановок, Сосновка. Первый! Закрыть занятия. Я не могу, я смотрю, мне херово становится. Вот это все говнище, на самом деле. Давай уже что-нибудь, хоть какой-нибудь анекдот расскажите тюремный. Закрыть третий на прием. Второй! Третий! Последний закрыть! Пока не приедет автозак, они сидят в клетках, точнее стоят. В самых настоящих клетках. Их две, слева и справа. Потому что в Сосновке две колонии. Строгий режим и особый. Со спецучастком для пожизненных. О, Жереб, привет! Вот туда и заглянем внутрь. Туда? Строгий, особый, давай. Лето, птички, просто рай. Подполковник Сергей Канаев, начальник спецучастка. Он заходит на территорию, обратная дорога из... Как язык у тебя поворачиваешь, Кирюха? Рай. Какой там рай? Там жопа. Который для сидящих. Призрачное. Условно-досрочное освобождение при пожизненном сроке. Возможно, через 25 лет. Возможно. Пожизненно, я скажу, это сидеть и постоянно в напряжении и в режиме отрабатывать. Это человек получается роботом. Это вообще шок просто. Это эти кадры, я не знаю. После них я очень-очень сильно, еще сильнее, в сто раз начинаю ценить свою жизнь. И радоваться тому, что у меня есть. Это было очень тяжело. Первые слова, что приговариваются к расстрелу, и после них я просто рухнул на лавку. Ну, стоя же, зачитывая приговариваю, рухнул на лавку и за голову взялся. Андрея приговорили к расстрелу в 91-м году. И каждый день в камере смертников он ждал, что за ним придут. Не пришли. Повезло. Мораторий на смертную казнь. Теперь он пожизненный. ПЗ. Она не вызывает жалости, если надо читать дела их. Я имею в виду прочитать, какие совершили они преступления. Жалости. И мне больше жалко тех родственников, которые вот сейчас, на данный даже момент, они от горя, от этого не отошли. И до сих пор убиты этим горем, которые совершили они преступления. Так по жизни не дают никак. Мне жалко больше. А этих нет. 12 лет назад его жена развелась с ним. Андрей говорит, что все понимает и простил. Так ли это, мы не знаем. Пока он сидит, вырос сын, которому уже 20 лет. Он ее простил еще за то, что она с ним развелась? Какой добрый вообще ангел просто. Ну, а что вы его наручниках-то водите? Он простил свою жену за то, что она от него ушла, а не стала ждать его пожизненно. Что он там нахуевертил, не знаю, полдеревни загасил какой-нибудь там лопатой совковой. Пилай получил пожизненно, она с ним развелась. Он ее простил. Красава. Он написал даже в письмах, что... Лайк. Подписка. Да, действительно, ты несешь наказание, но как от отца, я от тебя не отказываюсь, какой бы ты ни был. А, кто? Ребенок? Фу, говном там кормят каким-то. Здесь в основном сидят в камерах подвое. И это вечная проблема для администрации. Кого с кем селить? Ну да, согласен. Ну, наверное... Блин, я вот не знаю, как правильно, как вы думаете сами. Вот сажать, допустим, маньяка с маньяком? Или, например, маньяка там с каким-нибудь там, главговорем, УПГ. Чтобы они там вдвоем как-то на разные темы разговаривали, да? Хотя, возможно, они друг друга не поймут. Но маньяки, они, может быть, там вдвоем в какое-то безумие впадут на пару. Друг другу там так голову вскроют, что... Хрен знает, чем это вообще закончится. Что вы думаете, кстати, вот по этому поводу? Ну, как дела? В камере как обстановка. Чай, курево, еда, вот это мелочные все вот эти конфликты. Откуда вы берете это курево? На почве вот этого развивается. Кто-то получает посылку из дома, кто-то нет. Вообще голый, как говорится. Вот. А на этой почве возникает... Кто-то делится, может не поделиться сегодня. А нервоз возникает на этой почве. Да. Там единственная радость, наверное, посылка и все. Это человек получается роботом, а не живым человеком. И, может, где-то в плане убийственного еще. Медленная смерть. Вот. Это очень-очень медленная смерть. Быстро и не больно, как говорят. Это вот так вот мучается. Но они не просто так. Они там не случайные пассажиры. Вы можете говорить, конечно, да. Там кто-то кого-то заставили на себя что-то взять. Вот посмотрите. Может, их, конечно, не показывают нам. Но показывают в основном те, кто не говорит, что он не виноват. Здесь, на Мордовской ветке, почти все жители в колониях и работают. Городок ЕВАС, центр. Здесь местное начальство. В центре ЕВАСы Белый забор. Знаменитая 11-я зона. Где сидели политические. И их было много. Так, сейчас начнется. Вчера. В ЕВАСе было несколько уголовниц, которые нас в память боялись. Опять же, у нас много их мало. Лежат 5 рублей на тумбочке. Да ты не хочешь даже перематывать. И потом они исчезают. Я иду к главной уголовнице. Смотряги. Манька. Манька такая. Абсолютно животная. Такая толстая корова с абсолютно бессмысленным лицом. А у вас жухая бабулька? Мы ее еще очень презирали хотя бы за то, что вот она там родила ребенка и пыталась его задушить. Сусанну Печура посадили в 52-м году за участие в молодежном антисоветском кружке на 25 лет. В ЕВАС она попала через 4 года уже опытной политзечкой. Я подхожу к ней и говорю, Мань, вот что. Там 5 рублей кто-то взял из твоих. Так вот. Если они к вечеру не будут лежать на месте, мы вас вышвырнем из барака со всеми вашими бебешками. Ого. Понимаешь? Поняла? Через час пятерка лежала на тумбочке. Вот. Вот это раньше были. Раньше не базарили. Вы посмотрите. Девочка 17-летняя села. Боже, одуванчик. Тюрягу. Все. Через год или сколько она уже там бабки вымогает. Там уже она решала какая-то. Все. Вот. Вот раньше было, да. Я не говорю, что это, кстати, хорошо. Тюрьма это плохо, ребят. Я к тому, что как вот было раньше. Это всегда было в тюрьме жестко. Всегда. Центр мордовских колоний ЕВАС. Зона номер 11. Символ борьбы с инакомыслием в СССР. Михаил Садо, лидер антисоветского союза освобождения народов, попал сюда в 67-м году. В то время 11-я зона была просто антисоветским клубом. Здесь сидели диссиденты, настоящие выдуманные КГБ. Националисты. Украинские, прибалтийские. Приехала группа артистов. Эва Киви была, по-моему, такая актриса. Вот. Собрали эстонцев. И вот эти актеры рассказывали, как хорошо живет Эстония. И вот, значит, один из зэков вышел на сцену и преподнес ей завернутую в газету букет цветов. И она протянула руку, и в это время газета выпала, и этот букет оказался из колючей проволоки. Нормально. Нормальный ход. Вот это раньше были старые арестанты, как говорится, поймут. Поэтому в сознательные мои годы, а это примерно с пяти лет, я уже был... Похож на Талалаева. Потому что мы проживали всегда в командировках около этих, ну, лакпунтов. Владимир Шейн, потомственный тюремщик. Опер, работавший с политическими. Говорит о них без восторга, но и без ненависти. Тюремщик. Разрешенное разрешал, запрещенное запрещал. Меня бабушка так называла, меня тюремщик. Вокруг них поднимался шум на Западе, и потому был приказ голодовки пресекать любыми способами. Офицер-оперативник Шейн пресекал, как мог. Мы понаблюдали за ними. В обед пища съедена. А какая пища? Сверху застывает жир. Он ее слизывает и отдает. Так он может голодать целый месяц таким образом. Тогда мы решили работу разложенческого характера. Среди других. Ваш вожачок-то питается, а вы добросовестно голодуете. Вы же уже вес потеряли. Не может быть. Мы тогда, значит, их вызываем в коридор. Вот его товарищи, которые они коллеги. Так. При них взвешиваем, допустим, первое блюдо. Отдаем ему. Через 10 минут вносим. Они видят все в коридор. Они... Вот тот не знает, что они смотрят сами-то. Подносим к нему. К ним взвешиваем. Смотрите, жива-то нету. Вот эта работа, значит, подействовала за двором. После этого они прекратили... Отпетушили его зато потом. Одним пожертвовали менты. Крысы. В 30 километрах от Подьмы поселок Леплей. Здесь пятерка. Исправительная колония номер пять. Режим строгий. Там одни лагеря в Мордовии. Внешне обычная колония. Там лагеря есть 130. Витя, ты лучший. Чего ты? Делай. А, Димон, молодец. Это что, фильм-боец? Не все здесь, конечно, такие качанные и перекачанные атлеты, но таких много. Давай, давай, давай. Это котлеты. Это особенная колония. Здесь сидят бывшие сотрудники милиции, ГАИ, спецназа, ОМОНа, работники судов, прокуратуры. Свои, совершившие преступления сотрудники системы исполнения наказаний, тоже сидят здесь. Почему бывшие милиционеры и вообще бывшие люди в погонах содержатся в отдельной колонии? Понятно. Даже совершив преступления, оказавшиеся за решеткой, они для обычных арестантов все равно остаются сотрудниками. А это значит, попадая они к уголовным в колонию, шансов выжить будет очень мало. Поэтому в колонии номер пять спецконтингент такой особенный. Это первые пьянки. Например, здесь число людей с высшим образованием в 30 раз больше, чем в обычной колонии. Разные люди, разные судьбы, разные статьи. Извиняюсь. Здесь сидят и те, кто создавал организованные преступные группы и обыкновенные бытовики. Вот Борис Алехин. У него срок 10 лет. Борька. Сел он не то чтобы по благородному делу, но по-человечески, тем более по-мужски объяснимому. Он убил ухажера своей жены. После суда она пришла. Вы слышите, что по телеку говорили тогда? По-мужски. Оправдание, пожалуйста. Оправдание убийства. По каналу. Практически федеральному. Пожалуйста, не то, что сейчас. Мы побеседовали на свидании в изоляторе. Она пришла? Решили, что попросила прощения. То, что у нас ребенок там. Да ладно. Я простил. Ну, посмотрите, как отличается вот зэк от... Вот зэк, он тоже зэк, но он бывший сотрудник. Не знаю там чего там. Я что-то проебал эту вспышку. Там где он там был. Ментом или прокурором. Или там где-то еще. Вот на него посмотрите. И потом сравните, если покажут сейчас с обычными зэками. Вообще, это небо и земля. Потому что там люди не просто так сидят отдельно. Другой контингент. Абсолютно другое. Систематически приезжаю сюда. Привозят ребенка. То есть нормальные отношения. Как вы планируете, когда, если все будет в порядке, вы сможете освободиться по уголу? А как ей не страшно? Вы вернетесь к прежней жизни? И с ним жить? Я думаю, да. Алехин председатель совета коллектива колонии. Активист. Главный связующий между администрацией и осужденными. Самый красный на самой красной зоне. Как ему живется? Внешне пристойно. Никто не задевает, ни хомя. А как на самом деле к нему относятся те, кого официально называют отрицательно настроенный спецконтингент? Об этом знает только сам Алехин. Но говорит, проблем нет. Вам никогда здесь не угрожали? Да нет, такого не замечено не было. Нет. Ни те времена. Да и конечно не то место. В милицию шли, думали. Об этом-то уже думали. Правильно? Такая же милиция и здесь. Да, конечно. То есть вы милиция внутри? Ну вот, если это разобраться, то в принципе так. В пятерке, как и везде в Мордовии, на вышках в основном стоят женщины. Женщины с автоматом в руках. Противоестественно. Когда-то было да, а сегодня нет. Мужчины лезть на вышки не хотят. Зарплата маленькая. Ну, где девчонки стоят. Получается вот такая эмансипация. Дамы следят, чтобы преступники-мужики не разбежались. Если что, подстрелить пять секунд. Сегодня нет вопроса. Побеги были, я помню, на Пскове. Там одному в жопу зарядили так, что прям все. Хорошо еще в жопу. Стреляют, стреляют. Рука не дрогнет у них. Он не стоит. А будет ли она стрелять в случае побега преступника? Да, будет. Будет. Самая миниатюрная, самая хрупкая во всем управлении охраны колонии номер пять – Таня Карандаева. С ее ростом только служить в охране. Метр пятьдесят два. Я сразу после техникума приехала. Вот эта девчоночка. Зарплату начисляла. В общем, это расчетные булгахтерии работала. Полтора года. В бухгалтерии. А там захотелось. В бухгалтерии. Денежек побольше. И вот, приезжала сюда. Не прошло и полгода ее новой службы, как эта маленькая худенькая женщина вынуждена была стрелять из боевого оружия боевыми патронами в живого человека. Это произошло летом, под конец ее очередного дежурства, уже ранним утром, 10 июля 2001 года. В этот день бывший бухгалтер Таня сумела пресечь побег. Один из самых дерзких побегов за всю историю мордовских колоний. Да, действительно, это преступник, который продумал этот побег и пытался его совершить, чтобы ему это не стоило. Вплоть до убийства тех, кто стоял на его пути. Жестко. Ну-ка, расскажите, что там было. Все произошло мгновенно. В промзоне колонии. Бывший спецназовец нападает на водителя грузовика. Угрожает заточкой, выкидывает его из кабины и идет на машине на таран. Недалеко от вышки, где стоит Татьяна. Ну и что? Стреляй! Рука не дружит? Нет. Только потом я начала, можно сказать, приходить в себя и понимать, что как это было. А что вас в этой ситуации смутило? Это в принципе, ну... Что смутило? В общем, я могла бы его и... Кокнуть? Ну, можно сказать, выстрелить в него. Убить? Да, убить. А ты-то куда попал? На этом фото видно, пули Татьяны попали в машину. Одна из них разбила стекло. Спецназовцу повезло, что он сам остался жив. Машина застряла в полосе ограждений. А, она очень же еще и больно. Опять это путь, моя, но тут мы уже были или не были еще. А, это что сейчас-то? Молодой человек идет по территории женской колонии. Потому как он одет по гражданке, сразу видно, что не сотрудник. Но тогда возникает вопрос, как он сюда попал. По-моему, нам уже показывали. Это Илья. Он молодой папа, который приехал знакомиться со своим новорожденным сыном, появившимся на свет прямо здесь в колонии. Маму новорожденного зовут Оксана. Она из благополучной, даже обеспеченной семьи, но не зря говорят, от тюрьмы не зарекайся. Оксану посадили за торговлю наркотиками, поэтому она просила не показывать лицо. У нее проблемы начались за год до того, как я вообще с ней начал встречаться. То есть я узнал о том, что он находится по следствиям, уже в сентябре месяце. Уже за несколько недель. До суда? Да. Меня мама на этапе родила. Ну, она мне сказала, ну ты же меня не спрашивала об этом. Я вот из-за этого хотела с ним расстаться, из-за того, что у меня суд и меня посадят. Хотела ему об этом даже сказать, что вот, Илья, ты мне не нравишься. Ну, обмануть его. Я не могла ничего с собой сделать, просто мне хватала какая-то нежность, я его обнимала и ничего не могла ему сказать. Здорово, проснулся, специально для папы, потому что очень кукольный какой. Хороший, красивый. Ой, вообще игрушка. Можно появляет? Можно. Да я думаю, можно ее подержать. Не справляется. На суд она приехала без Ильи, одна. И до последнего момента надеялась, что дадут условный срок. А может специально замутила это? Не получилось. Ей дали два года и один месяц. Чтобы беременной там сидеть. Я проходила медосмотр. И вот так вот. Понимаю, что пиздец. И как раз, когда анализы сдавала, я подумала, что самое худшее, наверное, это в тюрьме забеременеть. А может и нет. Может и ошибаюсь. Всякое. Я тоже просто мыслиц. Ну, именно так и вышло. В СИЗО она узнает, что беременна. А бывало и сокамерницы нашептывают, что женщин в такой ситуации мужчины обычно бросают. Свидание. Выяснилось, что говорить придется по телефону. То есть за стеклом сидеть с трубкой. И вот когда она появилась, это уже так классно было. Я увидел ее в животе, который уже начал прослеживаться там. Какой-то этот. Я вот тогда вот и понял, что настолько она красива. Настолько прекрасна. И что лучше нее вообще никого быть на свете не может. И что я очень-очень люблю. Такой малюсенький вообще. Я почему-то думал, что он больше будет. А потом он предлагает мне руку и сердце. И меня вообще переполняет эмоции. Я не знаю, что делать. Все переворачивается. Но до свадьбы еще будет очень далеко. После свидания Оксану возят по этапу в ближайший тюремный роддом. Ближайший за три тысячи... Достаю, показываю кольца. Километров. Потом ее приводят. Это я ничего не делал. Да, невеста приводит. Она сама перескочила. Я ей одеваю колечко. У нее трясутся руки. И она мне куда-то на показательный палец... До сих пор трясутся. Кольцо и ровно. Это я уже видел. Это мы уже видели в другой серии. Ну, давай-ка это мотанем. Виталика этого. Или кто это? Владик родился второго... Во! Тетка! Туберкулез его не отправляли. Секундочку. Там маленький... Тетя, тетя. Уже 70 с лишним лет. Есть. Ну-ка, тетя, 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 дай послушаем. Тетке вообще респект. Тетяшенька. Был у нас там маленький мальчик. У него был туберкулез. Его не отправляли. И он как-то сказал кому-то, что ему хочется машинку. Он увидел, пришел старик, плотник что-то тенил. Подошел к нему дядя, сделай мне машинку. Он сказал, отстань. Он сказал, дядя, я же зек. дядя разрыдался и сделал ему машинку 6 но потом когда их отправляли в детдома это был страшнее всего потому что сам по себе сама по себе отправка самое страшное что я видела в лагере это когда детей отправляют я сейчас проснусь этим все уже больше не не смогу до утра не смогу отойти от этого блин почему эту бабульку так мало показывают прикольный блин бабка реально очень интересно на рассказ вот есть такая у тебя бабушка была бы там или у меня да с ней было бы очень весело я прям за бабуль расскажи чё там как сейчас бы подкаст бы вел бабушкина истории вот на этом закончилась очередная серия ребят не забывайте прожимать лайки подписаться на канал если кто не подписан написать коммент и заглянуть в описании посмотреть что там есть там много интересного vk instagram хотя они написаны и здесь тоже мой другой канал 2 tick tock уек еще там короче разберетесь увидите и огромное спасибо ребят всем спонсорам канала мне реально очень сильно поддерживайте помогаете ребят не занимайся какой фигней вот смотрите мотайте на ус здесь отлично смотрите каких условиях люди раньше жили я в том числе давайте берегите себя увидимся